Здравствуйте! В эфире программа «Вехи истории» и сегодня гость в нашей студии Виктор Белый, директор полиграфического объединения «Арктур». Здравствуйте, Виктор Николаевич! Здравствуйте! Вас уже многие годы, Виктор Николаевич, надымчане знают как хозяина фирмы «Арктур». А вот почему так Ваша фирма называется, наверное, знают не все. Можно немножко приоткрыть эту тайну? Можно. Ну, в свое время был такой хоккейный клуб «Арктур», которому сейчас возобновил он работу, исполнилось уже 35 лет. И я все свое сознательное детство там занимался. Потом работал там же тренером. И так мне это название въелось, что когда, как раз когда я открывал свою фирму, с хоккеем было покончено в городе. Его не стало. И чтобы хоть оставить память какую-то, но чисто для себя, я оставил название «Арктур». И сработало, что Вы оставили это название. Клуб ведь возродился, да? Ну да, клуб возродился. Вот уже 4 года. Как тремя командами играем, ветеранами. Осталось еще несколько человек с той, со старой команды. Давайте вернемся в те годы, когда действительно «Арктур» зарождался. Вот кто тогда был инициатором того, чтобы был вот такой хоккейный клуб в Надыме? Да, инициаторами мы были все пацаны того времени. Это был 76-й год, 75-й, 76-й год, 77-й год. В 77-м году Надым «Газпром» взял под свое крыло это дело, привез нам форму, выдали. И мы, благодаря тому же Надым «Газпрому» своими руками, направлял Надым «Газпром», построили первый хоккейный курд за первой школой. В книге Трутнева и Зорина «Надым город газовиков», я думаю, что книга многим надымчанам известна, эта книга была издана к 10-летию, к 15-летию предприятия Надым «Газпром» и по заказу Надым «Газпромовцев». Вот есть такие интересные строки. Мы как раз сегодня говорили о том, кто был учредителем, да, и как это вообще получилось, что Надым «Газпром» выступил инициатором, да, ну не инициатором, а учредителем клуба «Арктур». Так вот такие строки. В 77-м году к директору объединения Надым «Газпром» пришел молодой подтянутый человек. Долго в тот день беседовали Владислав Владимирович Стрижов и Владимир Васильевич Смирнов. Было решено сформировать сборную хоккейную команду объединения. А немного погодя, при Надым «Газпроме» организовались и три юношеские команды. Всю работу со спортсменами возглавил на общественных началах Смирнов. Да, серьезный хоккей начался вот именно с этого визита. Но несерьезный, так называемый, юношеский хоккей начался раньше. И мы еще без Смирнова, без тренера ездили на золотую шайбу в Тюмень, где заняли второе место. Все были очень удивлены, что в Надыме никогда не было команды, и приехали без тренера, без никого, и вдруг стали второе. Но там в Тюмени было не две команды на соревнованиях? Там было шесть команд, мы стали первые в своей группе и вышли в финал с Тюменю. Тюменцам проиграли 7-2 в Калининском районе. Полматча, два периода, счет был 2-2. Молодцы. Ну а что касается уже более, так скажем, сформированного хоккея? А вот Владимир Васильевич приехал, начал с нами заниматься, и потом вот пошло вот это дело. Потом уже он начал, мы уже начали играть как из-за мужскую команду, потому что мужчин у нас было всего 4 человека, остальные мы, школьники. А вот что касается спортивного инвентаря, да, спортивная площадка была, но ведь, насколько я помню, в те годы даже клюшку нельзя здесь было купить, шайбу, это все как-то централизованно доставлялось. Как выходили из этой ситуации? Ну вот в 77-м году, тут, кстати, есть в этой книге фотография, как раз мы только получили форму, оделись и сфотографировались на порожках бывшего горкома партии. Вот этот комплект формы, первый, который нам привезли, тогда Юра Адамович с нами на общественных началах пытался заниматься, но в основном занимались мы сами. А до того, как привезли вот эту форму, ну, выходили из положения, делали сами. Я помню делал, конец лыж обрезал и делал клюшку с загибом. На пару загибали, обтягивали стеклотканью, бокситкой заливали, делали клюшки, чтобы хоть немножко можно было ими поиграть. Но они были хорошего, качество получались, то есть помогали? Да нет, конечно же. Нет, конечно же. Ну, как-то ситуацию спасало все. Да, первые клюшки, которые нам тоже завезли, ее хватало там, не знаю, на 10 минут игры. Бросать вообще ими нельзя было. Виктор Николаевич, а давайте вспомним, кто был в рядах вот этой хоккейной секции. Может быть, помните имена? Да, самой первой. Ну, вот самой первой, начиная с У-11, скажем так, история-то оттуда начинается, как ни крути. Чтобы никого не забыть, может, я сейчас просто прочитаю. Будет некрасиво, если я кого-то не упомяну. Стюф Анатолий, Чугунов Анатолий, Юрий Адамович, наш тренер, первый общественник, скажем так. Это вот те люди, которые получили первый комплект формы. Это не значит, что все они потом и играли. Это вот первый комплект формы получили именно эти люди. На протяжении всего роста Арктура было немало соревнований. Вот, например, в 1978 году, как написано в исторической книге, был окружной турнир памяти Анатолия Зверева. Какие еще масштабные турниры, может быть, есть, о них смысл сказать сегодня? Ну, десятикратные чемпионы округа. Команда Арктура, да? Первые годы, начиная с 1978 года, первый турнир прошел и выигрывали, наверное, лет 7 или 8 подряд. Это в Салихарде, да? Нет, в основном турниры проходили, пока был Владимир Василий Смирнов, он вытаскивал все команды сюда. В Салихарде были, были в Уренгое. Первые годы с Салихардом битва была за первое место. Потом появился Уренгой. Салихард как-то отошел на третьи позиции. Уренгой очень хорошая команда была. Один год они даже выигрывали. Потом с перерывом я Арктура еще выигрывал. Последние уже годы, когда на закате уже, скажем, Смирновской эпохи, там уже Ноябрьск стал выигрывать. Была возможность у Арктуровцев и поучаствовать в мастер-классах хоккеистов СССР, да? Этот матч, наверное, в памяти у тех, у многих надымчан, кто тогда жил и видел все это. Вот расскажите об этом. Ну, благодаря и Стрижову, и Смирнову эти матчи состоялись. Первый приезд был датирован 79-м годом. Нет, да, 79-й год. Конец марта, начало апреля. Приехали действующие игроки ЦСКА на то время, такие как Викулов, Лобанов, Волченков, Волчков, Попов, Тыжных и ветераны. Ведомый Рагулиным, Виктором Якушевым и остальным, Иваном Трегубовым. Играла эта команда и команда Арктура, да? Да, вот он и проходил, как Кубок Зверева назывался этот турнир, потому что приехали еще окружные наши команды. Был Салихард, были поселок Советский, на то время очень сильно котировала, сильная была команда. Был Надым, и я уже не помню, кто-то еще был. И вот провели турнир, свои игры там и выиграли, а потом вот с ними, когда играли, они показали. С ЦСКА? Да. Так, пока с ветеранами играешь, вроде как более или менее... Сильным себя чувствуешь, да? Да нет, ну как можно с ними себя сильным чувствовать? Играются, не играют, а играются просто-напросто. А выходят молодежь на то время, такие как Анисин, игрок сборной, Викулов, ну там и вообще космос. То есть это вы до сих пор помните и ощущаете? Конечно, конечно. А скажите, Виктор Николаевич, вот говорят, что это было действительно... Вот эти мастер-классы или приезды спортсменов ЦСКА действительно были зрелищными. Вот как это нынешний Надымчанов рассказать, насколько это зрелищность? Что вкладывалось в это понятие? Ну, в двух словах трудно рассказать. Можно пример привести, что, допустим, все крыши прилегающих домов были усыпаны людьми, которые с пятого этажа с крыш смотрели. Все балконы. Если имела неосторожность подъехать какая-то машина, то моментально на нее залазили со всех сторон. Но вот здесь вот в этой книжечке... В этой книге есть, да, эти фотографии? Есть фотографии. Можно представление поиметь, что это было, какой это был ажиотаж, и как это было нужно людям того поколения. Виктор Николаевич, а вам что-то напоминает, вот, кроме тех словесных... До словесных воспоминаний остались, может быть, какие-то артефакты тех знаменитых встреч с командами ЦСКА? Ну, вот совсем тех первых нет. А в 80-х годах они когда приезжали, вот осталась клюшка с подписями уже, скажем, другого поколения хоккеистов, таких как Фетисов, Крутов, Константинов, Каменский и так далее. Вот. Но это была клюшкой подаренная им, да? В 87-й год. Да, эта клюшка была мне подарена вот именно этой командой, представителями этой команды. Вы ею играли? Ну, да, немножко там вот обтесал, скажем, немножко играл. Забили шайбу? Нет. И ни одну, наверное, нет? Это играл я с сыном, с маленьким. Такой клюшкой играть нельзя, кощунство. Виктор Николаевич, ну вот, вспоминая те годы, да, как бы говоря об Арктуре, вы еще в самом начале разговора сказали о том, что в 85-м году вы и у нас работали, на Дым-Газпроме. Вы работали тренером? Да, я работал тренером, потом старшим тренером, потом председателем спортклуба «Газовик» такой был, куда входили спортсооружения на Дыма и Пангат. Работал. А сейчас как-то по-другому называется команда, или она так же называется? Так же и называется Арктур. Мы не сказали нашим телезрителям, но я думаю, что многие знают, что Арктур в переводе означает «полярная звезда». И вот в связи с этим, Виктор Николаевич, как вы видите, как бы вам хотелось, как человеку, который живет в хоккее, так скажем, чтобы это движение развивалось, вот вообще о чем мечтается вам, как хоккеисту? Ну, я уже давно не хоккеист. Мечтается так, чтобы была детская спортивная школа. Вот взять те наши годы, 70-е, 80-е, у нас была преемственность поколений. Из года в год в Арктур вливался один, два человека, три человека, но с каждого возраста кто-то вливался для усиления команды. Кто-то уезжал, кто-то новый. На сегодняшний день такого нет, потому что нет детской спортивной школы и нет прилива свежих сил. Вот очень хочется, чтобы это опять возобновилось, и чтобы детская спортивная школа играла, чтобы пацаны ездили на соревнования, занимали хорошие места, усилили мужскую сборную. А вообще есть этот потенциал? Сколько сегодня в городе хоккеистов? На сегодняшний день членов клуба, кто ходит, занимается, у нас около 100 человек. Это включая молодежь, ветераны, основную команду. Практически почти на общественных началах ведут у нас две группы детей. Желающих очень много детей заниматься. Просто нет пока возможности. Ну, наверное, с вводом нового комплекса, ледового, что-то будет расширяться? Ну, в планах администрации есть, именно о чем я говорил, детская спортивная школа, чтобы развивать и фигурное катание, и хоккей с шайбой. Спасибо, Виктор Николаевич, за интересные воспоминания. Разрешите вам подарить небольшой комплект наших дисков о нашем предприятии, о том вообще, что происходит на территории общества «Газпром Добыча на дым», тем более, что вы работали у нас, и я думаю, что вам будет интересно. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. А я напоминаю, уважаемые телезрители, что с вами была программа «Вехи истории». Мы сегодня говорили с Виктором Николаевичем Белым об истории хоккея в городе Надыме. Если вы хотите стать участником нашей программы или можете предложить своих героев, звоните нам в службу по связям с общественностью и СМИ, общество «Газпром Добыча на дым», и мы вместе с вами пролистаем страницы нашей корпоративной истории. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин